В Таравиве, друзья, второй тайм отборочного матча чемпионата мира нас ожидает с вами. Играют сборные Израиля и Азербайджана после первой половины игры ничья 0-0. И, в общем-то, это по игре результат, хотя, ну, более активно, более нацеленными на атаку выглядели хозяева поля. Тут, собственно, другого ничего ожидать, наверное, и не следовало. Три желтые карточки в первом тайме. Шведский арбитр Юханасен. Вот такая фамилия. Не Юхансен, а там, так сказать, столько и Е, и ЕС. Короче, несложный для судейства матч. Постоянные скорости высокие израильтянам, которые пытались сначала это сделать, не удалось. Предложить и навязать сопернику. Так, я вижу, Гарагараев появился под восьмым номером. Сейчас буду только узнать, кого он заменил в составе сборной Азербайджана. Сейчас узнаем. Ну, и азербайджанцы паузами потихонечку сбивали это дело. Правда, три человека у них на желтых карточках сидят. Сидели. Я не исключаю, что кого-то именно из них Гарагараев заменил. Напомню, кто эти карточки имел. В первом тайме третий номер Амалданов, пятый номер Амалданов, и Абишов, пятнадцатый номер, имели желтые карточки. В общем, бесспорные достаточно. Сколько понимаю, у израильтян замен пока нет. Ну и добавлять в активность они должны. Потому что вот того, что они предлагали в первом тайме, с непременным, как вот, на баскетбольный манер разыгрывания. Вот это красиво. Вот это красиво. Пропуск. И опять Агаев спасает. Великолепно играет голкипер. Сборный Азербайджана сохранил хладнокровие, а выскочил чистый ран Захави один на один. И получает травму кто-то из защиты. Это по азербайджанской команде. Ох, как это было здорово. Исполнено. Либрос Надха, по-моему, пропускает мяч, увидев партнера периферическим зрением. Ну и, наверное, правильно бил Захави. Не стал сближаться с вратарем, потому что там мог уж защитник на ногу сесть. Альберман делал пас. Нет, не Надха, а Мелик сам пропустил этот мяч. Вот это было красиво. А так, вот я начал с баскетболом аналогии проводить, что, да, отошедший от счета в поле центр, вот ему передача, и он разбрасывает. Ну, собственно говоря, методу борьбы со всем этим делом азербайджанцы выработали. А вот сейчас неожиданность. Возникли, скажем так, некоторые вопросы у сборной Азербайджана, но счастливым образом для гостей удалось их миновать. Еще один заброс вперед. Шахтов спешит. Агаев опять уходит. Очень спокоен, уверен. И в первом тайме один непростой мяч с рикошетом отразил, если вы помните. И сейчас вот выход один на один. Самый опасный в матче момент. Итак, Камран Агаев. 27-летний. Большой, 190-сантиметровый. Голкипер. Мощный, плотный. Но был и азербайджанцев в момент. Помните, перед самым свистковым перерывом должны были гости забивать. Простили тогда соперника. И уже не то, что они боялись с самого начала, но предпочитали осторожничать. А сейчас они спаснули и контролируют место, конечно. Поувереннее. Такое слово кажется мне более подходящее. Ну, пожалуй, тут в квадратики играть не надо. Себе дороже. Сейчас израильтяне мяч отнимут. Да, потому что должно быть наказано. Такой мелкий перепас на своей половине поля. И если будет обратный пас, это не в центр, а левее. Но никто же не мешает и там поискать какие-то ходы. Видимо, ничего. Наставник израильтян нового не предложил. Мелик Саун. Прострел. Неудачный мяч выбит. Биброс Кнатха. Заброш штрафной. Но не на Шехтера, а туда чуть-чуть в сторону. Ну, и я думаю, что Арбитен не поставит пенальти. Он в идеальной позиции находился. Может быть, и был контакт. Но с таким удовольствием даже не падал, а отпрыгивал израильский футболист, что в решении Арбитра тут сомневаться долго не приходилось. А если бы не прыгал, если бы даже остался на ногах, при том, что был контакт. Вот тогда не знаю. Тут как раз близость Арбитра могла бы его побудить. Раз и поставить, может быть, пенальти. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрый заброс Подключение слева Вообще пятнадцатый номер Друзья, очень был активен в первом тайме Надхо Посильнее бы ему откатить мяч Было бы удобнее бить А так тянуться к нему Вроде сила удар потеряет Там он и перекладывал Там и обыгрывал защитник Вот Захарит чуть-чуть не додал, что называется А так можно было ахнуть по встречам Ну пока вот после перерыва Энергии много, бежится Да и при всем том, что Тактически ничего нового Израиль пока не предлагает Все-таки вот Более нацеленно Через центр Ну и разочек остроумно сыграли И опять появляется что-то Вот если не моменты, то подходы Момент-то один был, конечно Что там говорить Захарит чисто вышел один на один Захарит чисто вышел один на один КОНЕЦ 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 Вот момент еще! Но тут Дудуават каждый мяч заберет, а у главого не будет. КОНЕЦ 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 До свидания Уважаемость 2016 А Torres и получится неужели не симпатии не антипатии но после того как азербайджанцы настолько грамотно спокойно и уверенно обороняются не хотелось бы чтобы мяч вов-ворот влетел в результате вот такого кикса такого курьеза если бы забил зихови выход 1 на 1 сколько угодно потому что действительно было красиво исполнено, сделано а тут все немножко по-другому и не и не ну и дальше вперед, да нет, тут тяжело одному, конечно очень тяжело и пас Рауф Алиев отдавал так мне кажется отвести игру от своих ворот надхо, шахтар направо, миликсон не нашел там надлежащего хода опять шахтар здорово закрывает мяч корпусом надхо, катит еще левее и удар на исполнение это было хорошо это было хорошо второй, да и сами себе вполне могут поаплодировать игроки израильской сборной тут они молодцы тут они действительно довели до хорошего качественного удара эту атаку но бывает так, что удары из попадают в створ а бывает, что и нет ну игра начинает не то, чтобы подравниваться но потихонечку так отодвигаться от ворот команды Азербайджан вот как раз Гарагараев у мяча и ничего пока на табло не меняется 0-0 в этом матче к слову, вот так рассуждение о том, много ли потеряла российская сборная проигра в Белфасте да, вот приводит к тому, что все, мол, в руках или в ногах самих россиян надо вот выиграть у Израиля дома в начале следующей недели и вроде бы все а не все даже если это удастся все равно придется и сыграть из Азербайджана в гостях вы сами понимаете, что удовольствие вскрывать такую оборону но это уж, как говорится, я просто не хочу свести сейчас в этом матче разговор к теме сборной России вот, а хочу похвалить еще раз из азербайджанцев которые очень как я вам и предсказывал в начале трансляции обороняются очень грамотно Зихове Натхо еще одно через центр часть фланга подключения но это уже не на фланг подключения это не расширение фронта атаки это заброс на включающегося отеля Слышите, да, как развеселилась публика, как она воодушевилась. Леонид Барда собирается выходить на поле. Я правильно понимаю. Не-не-не, в пяточку передача была. Может, еще атаку и можно продолжить. Но вот видите, одна ошибка влечет за собой другую. Там чуть не получилось, и дальше уже все пошло с такой же сноской, с таким же сдвигом в недодачу и в недодачу. Надпал. Зяхавеев. Переходит центральный круг израильтяне. Шахтер открывался на фланге. Захавеев настолько уверен в себе, что даже вот через центральную зону пас на фланг делал. Ну, если и ругать за неточный пас, то его не будут, потому что он сегодня хороших передач сделал немало. Но вот надпал чуть не точно, сейчас чуть не точно. И начал ли он уставать? В центре поля, видите, посвободнее стало для азербайджанских футболистов. Да-да-да. Хорошо отборолся сейчас Амир Гулиев. Сделал передачу направо. И правым же флангом азербайджанцы продолжают атаку. Много людей туда они не посылают. Прострел. А вот сюда на отскок своего попал. Надо же, а! А по встречному как приложился здорово. Там-то Дуават даже и не дергался. Алиев. А на Квардей шел там забегание, но с ним на Алиев может и сыграть. Нет, предпочитает сам. Неплохо предпочитает, неплохо сам. Еще один удар. Амир Гулиев бил. Еще один удар. Гоу! Ну, так могло было произойти. Амир Гулиев, девятнадцатый номер. Не скажу, что застает врасплох Дуават. Удар был тяжелый, плотный. И опять-таки параллели со вчерашним матчем лезут в голову. Да, но я пока не готов сказать. Может быть, на повторах определюсь, насколько здесь виноват, если виноват голкипер израильтян. Первая атака численная. Первая атака, в которой принимали участие шесть или семь человек. Со скоком есть ли они вместе? Азербайджанская команда. Дуават позицию занял неправильную. А удар получился уж сам по себе. Или так его планировал. Девятнадцатый номер сборной Азербайджана. Виноват в атаке. Если защитник в момент удара не увидел, позже поздно толкнулся. Не имеет значения, должен был увидеть. В данном случае атака, хоть она там и грозила слева прийти, но все равно развивалась не так быстро. И на выбор позицию Авата время было. И так, во как. Во как. Но пока Рио Рафаэлов выходит. И Барда выходит. Девятый и десятый номера. Что касается Барды, то это вот тот самый игрок, на которого стал слабее в этом году. Бельгийский Генг. Опять-таки, да. Потому что только в этом году Рафаэль перешел из Бельгии. Оба они приехали из Бельгии. Барда все-таки играет сейчас за израильский клуб. Меньше семи мячей на круг за сезон не забивал никогда. Ну, а что касается Лео Рафаэлова, то он приехал в сборную прямо из Бельгии. Потому что он до сей поры выступает за клуб Брюгги. И средняя норма у него за последние три сезона. Он там проводит только от семи до десяти голов. То есть это усиление, на самом деле, атакующих порядков. Но вот какой он даст результат, это мы сейчас и подглядим. А интересно, правда? Ну что, опять через центр. Барда. Очень часто вот тренера Плох он, хорош, силен или наоборот Оценивают сугубо по... Дайте-ка мне табличку чего... Вот опять один-один будет. Да, все-таки он будет. Ну, опять Агая спасает. Вы посмотрите, что... Ну, штанг это ладно, лучший друг вратаря. Ну, как он на второй-то среагировал удар. Ух ты! А я уж тут тоном рассказчика начал рассказывать, что Берти Фокс не обязательно по результатам должен быть оценен. Вышел он или выиграл что-то. Вот команду построил, да? Какой кусачек. Да, моментища, моментища. Ну, тут, конечно, вариантов уже не было. Здесь Барда забивал бы. А вот с повторным ударом в высшей десятке израильской сборной Агая-то справился. Тут, конечно, здорово сброс мяча в угол. Ну, и в ближнем бою великолепно просто сыграл голкиптор азербайджанской команды. Первый раз израильная issement в Kard ankles Момент хороший напустили, а времени осталось полчаса. Может быть даже чуточку поменьше. Момент хороший напустили. Не, не в ту сторону. Вот как раз сейчас нужно было играть через центр. Барда! Хорошо вошел. Меликсон! Меликсон! Там большой игрок уже появился в центре. Можно и просто наваливать. Да, я думаю сейчас фланги в большей степени Израиль включит. Может просто есть на кого подавать. Меликсон! Меликсон! Меликсон хороший, очень активный. Смотрите, что одна контратака. Посмотрите, что делает команда Азербайджана. Еще ударище! А если попал? Ну, фу-фу-фу-фу-фу! Фу-фу-фу-фу! Меликсон! Ускорился, пробил. Как вышло, так вышло. Да, Гудман сейчас озадачен. Но он таким же и в первом тайме смотрелся. Что-то ему там с самого начала не нравилось. А углового не будет, к слову. Мы теперь понимаем, что ж такое ему не нравилось. Зрителям начинает активно не нравиться происходящее на поле. И прежде всего счет. Азербайджан Шукуров. На дальнюю штангу. Мяч ушел. А если б не ушел, там три человека выдвигались. Азербайджан. Азербайджан. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас уже буду потихонечку и полеживать Тут ничего такого нет Есть травмы, есть повреждения, нет повреждений Все равно будут Да, уже время-то хочется и потянуть Я понимаю И между прочим, давайте не будем забывать Там организованная команда Азербайджана Спору нет Но сил-то они тратят на эту оборону Сколько? Силы в футболе тратятся не только на беготню по полю А внимание, куда вы денете Правда? Неплохо! Выбираются, смотрите, где на дриблене, где в короткий перепас Но выходит же подопеть И еще удар Адуду Ават опять пошел погулять куда-то Он, наверное, все репетирует последние минуты И Токман геройски побежит забивать голос углового То есть все рвется, рванется А нужно ли это? Неплохо! Силы в герой sky Уatchа Ну и замену делает Берти Фокс По 21 номерам На поле Владимир Левин Появляется Свеженьких надо Обязательно надо свежих футболистов Подпускать Потому что тоже не в целях Там воспитание подрастающего поколения А просто для того, чтобы ножки были посвежее Командная скорость Но это в обороне человек достаточно опытный И последнюю замену Делает Гутман Ради появляется под номером 20 Больше изменений В составе команды Израиля Не будет сегодня Двойная была, если вы помните Сразу после пропущенного гола Я не знаю Готовилась ли она двойная Но тогда Бардо уже готовился выйти на поле Рафаэлов вышел Думаю, что была бы все равно Думаю, что была бы все равно двойная замена Ну, хотя кто знает Может, ты ошибаешься Ну, а я посмотрел сейчас на статистику Махрана Ради Знаете, он впечатляет Последние два года он выступает Ну, вот этот и предыдущий То есть в этом-то еще Фактически ничего не сыграл и не забил Да, а вот в прошлом году Восемь мячей забил за Макаби Талевиха До этого за Абней Сахин играл И забил 13 голов То есть тоже человек Пусть в атаке, знаете, очень неплохо Все это, ребята, очень в атаке Оснащенно А я еще раз напомню По таблице Чтобы претендовать Не на первое, так на второе место Израилю, конечно же, нужно сегодня выигрывать Я думаю, даже ничья Не даст Ну, по игре, если спасутся на последней минуте Это, как говорится, поможет спокойнее уснуть Вот хорошая передача Вот хорошая передача Передача, гол Да, если нет, а в саде Но его не должно быть Потому что врывался в штрафную Левый очень активный защитник В правильной позиции передача ему была сделана А уже потом, когда он на шахтера делал передачу Там уже не имело значения Сколько защитников Потому что все это, вот смотрите Вот тут позиция правильная Да, в центре задержался А здесь по мячу считается Абсай Просто по мячу Вперед ли пас, назад Пару неправильно говорят Отправной точкой в этой ситуации Когда вот остался один вратарь Или один полевой игрок Или никого не осталось В этой ситуации отца считается по мячу Вот, ну и шахтер сравнивает счет Один, один Ну пока под копирку просто вчерашний матч Под копирку Чехия и Армения До 20 минут до конца Хозяева отыгрались Получив гол дальним хорошим ударом И теперь полезут, конечно Израильцами Все знают, может и забьют А может и пропустят Если уж под копирку рисовать До самого конца Азербайджан Стоимость пушка такой же игре Демонстрирует во втором тайме Правда ведь, нет? Алиев Он охотно идет в обводку И оснащен очень неплохо технически Но в данном случае он ничего не получил Меликсон Но дойдет пас И научила Это до конца И테на Исп?.. В днях Игра Исп? Исп? Всередка Ото В payer В отгоп Об Ka Исп? В удоволь책 Еще Authority Заброс через центр Вперед Рафаэлов Вылезал туда на эту передачу И уже партнеру показывает Я тебя видел, я тебя сбрасывал бы сейчас Ты пас там хорош Эриксон его делал Чуть-чуть не вытянулся до мяча Вообще не знаю на пас ли он рассчитал Чуть-чуть он левый Ближний к воротам ногой к мячу тянулся Может быть и скидывать дальний хотел Как публика-то развеселилась, чувствуете? На-на-на Ух ты, нет Сам сломаю, сам и починил Да Сам мяч потерял, сам и перехватил В центральном круге Левин это был Передача в штрафной И вынужден Отдевать мяч на угловой Линии Семьдесят седьмая минута Вполне себе смотрибельный матч Вот вынесли его на воскресенье Оставили в срезе Отборочных игр Европейской зоны Один-одинешний Но он видит, как живет своей жизнью Очень даже полнокровный и интересный Угловой Азербайджан подает Ну а вот Все тут видел Тут уже ошибиться он не мог Он не то, что не смог поймать мяч Он и не пытался этого делать Стоит правильно Покидает поле очень неплохо сегодня Отыгравший Руслан Абешов Под пятнадцатым номером Под шестнадцатым Живет Гусейнов Ему на смену Но не играет он ничью азербайджанцы С огромным удовольствием переходит вперед Но вот опять же Вчера сборная Армении в два человека А большим числом Совершенно не стесняясь Идут вперед азербайджанцы Но по всей вероятности чувствую, что силы остались И соперник, конечно, прессует Но прям вот не так, чтобы очень-очень Линия Нет, тут может и угловой получится Будет там А вот в пользу израевской команды Пошла подача Подача вау Ну, за счет вот Подключений фланговых игроков Шеи пятнадцатого и тринадцатого номера Соответственно, слева и справа Они-то носятся Я вот все плакал в первом тайме Что это не используют должным образом Я буду на этом настаивать Да, то время упущено было израильской командой Но функционально они свое дело делали Бровку-то не способны закрывать от сиха до сиха И не случайно при таком большом территориальном преимуществе Что Тига и Бен Хаин Правда, и есть два защитника здесь Да Спешит Д offerings Проект Пора Ну, можно еще Только подавать-то пока не на кого Надо паузу брать, да Начал сыграть низом Чуть назад, но может это и было единственным решением На самом деле Может и так Ну, Семен хорошо отборолся Хорошо мяч корпусом закрыл Ни про какую боковую Тут вариантов не было И Неликсом правила наружу Мяч выбит Вышло так или хотели? Если хотели, то вообще красавцы Просто фокусничают здесь игроки азербайджанской команды Ну, не скажу, что прессингом прихватили Просто нервяк определенный присутствует у израильтян Конечно, они понимают, что времени мало А забивать надо И поэтому чуть-чуть спешат больше, чем необходимо На чем их ловят соперник С очень холодной головой Очень разумно играет азербайджанская сборная Даже если не сбежат Даже если проиграют Они сейчас играют на перехват Не за территорией гонятся, но играют на победу Совершенно понятно Гусейнов Аккуратно, красиво, ювелирно сработал Рафаэлов Ну, хорошего мнения о своих красных качествах Такого же хорошего мнения о своих красных качествах И автор гула азербайджанской команды Амер Гулеев Перекрыли Вот сейчас притинговали здорово израильтяне Обыграли и судью, и пару соперников Передача налево, направо, наконец-то, да А оттуда все уже ушли в центр Да, технично как Ух, какой красавец Ух ты, всех начал обыграть А вы знаете, одного не хватило Правда, скорость сбрасывалась по мере этих обводок И, конечно, там вероятно, что вот накроют Она становилась выше, 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 выше Угловой Подача Биберсон-Натко Очень плохая подача Эликсон-Натко Здорово-то Вы знаете, выделали арбитр Вообще-то это пенальти Так, арбитр назначает штрафной, но запределами, да Ну, возможно, возможно На линии На линии это часть штрафной На линии А линии это часть штрафной Это пенальти Арбитр ошибся сейчас Но еще играть Пять минут А может и больше Опять же, хочу сказать, что не занимаю ничью сторону Стараюсь быть объективным Поскольку уж, как говорится, победа израильской сборной Уж мне, как гражданину России, да Это никак не выгодно Но, тем не менее, так сказать Я считаю, что в этой ситуации арбитр должен был ставить точку Надху мяча Нет Слишком много времени тоже плохо Час готовился, в итоге ничего не получилось Где-то передергался Может передумал Перекрутил в голове Обилие вариантов А вот не получилось Ничего Даша доводит мяч Форварда своего И тут неплохой перевод Алиф Дудлава Ну, как вы думаете Выдержит Азербайджан Эти оставшиеся пять Может быть шесть Может быть семь минут Сейчас тоже, по-моему, обессилила много энергии В первом Также потратил Сейчас на бровке, конечно, ему Тяжеловато Но в центре Теперь мощная Барда Слева Алифаилов Так и атакует Восемьдесят седьмая минута пошла Натхо Меликсон тоже вездесущий Конечно, на пару Они Затевают все комбинации Пятый номер и шестой А вот удар не получается Не исключаю, что мяч задел Кого-то из Защитников нет Не задел Сам ушел И опять пауза Я думаю, один из героев встречи сегодня Голкипер команды Азербайджана Агаев По крайней мере, вот и Тяжелый удар в первом тайме И вот этот Захаве один на один Он ликвидировал В начале второго Очень нужные для Команды моменты Меликсон И опять пошел Левый защитник Помните его подключение Великолепное После чего Израильская сборная Сравняла счет Великолепное Уже очень интересно Сколько добавят Согласитесь, да? Команда Азербайджана идет вперед Не отсиживается Угловой зарабатывает Я часто, когда комментирую матч Вот в этой ситуации Вопрошают Представляете, что Не всегда далеко Футболиста Вот в этой позиции Когда деваться больше нечего Но клюкни в ногу И будет угловой Не так уж плохо, да? Но все равно Что-то ищут Эдако И в итоге не находит ничего Вот это у меня вызывает А тут сообразительные ребята Играют за команду Азербайджана Нового ничего не придумывают А 90-е минуту К концу уже подогнали И еще угловой имеют А все-таки Овсай Ну, одна из последних атак А мы видим, что добавленное время Знать без скольки Четыре То есть еще от вольного Еще можно и забить И пропустить И четко по ленточке До поры Катится, катится И укатывается за лицевой И опять Агаев Сейчас не будет торопиться И правильно будет делать Потому что все, что может Сборная Азербайджана В этом турнире Ну, теперь уже, так сказать Да, получить Это репутация Вроде бы кажется Как будто я намекаю Что больше ничего Не, господа Это очень важное дело Это очень Много весит И, безусловно Если удастся Вот эту ничью Удержать Это репутационно Будет большое По сути в этом цикле Зуба показали И с Россией И сегодня показывает Команда Израиля Вели ведь Хорошо И офсайда нету никакого Алиев Аккуратненько и мягнет Знаете, последних атак Полторы минуты уже Пройдено Сыграно Как хотите Ну, как последний готовится Да, вот так Застегиваются на все пуговицы Когда поправляют галстук Израильтяне Подобрались В штрафной Ейнии Будет подача Ларда Нет, тут его техничные штучки У боковой Это так не пройдет В штрафной бы могло Ну, а наваливать-то будет Кто-то туда в штрафной Или так мы И доиграем весь матч У кромки поля Даже как-то странновато Немножко Ейнии Ну, вот один хотя бы Смельчак нашелся Отбиваются У болезни Азербайджана Но они еще сейчас полминутки Уберут Наверное, наверное После матча Скажет Гутман Что вот он Недоволен решением Арбитра В том эпизоде Я свое мнение высказал Прав там, не прав У каждого Оно может быть своим Вот, но По большому счету Вы знаете И первый тайм И второй С территориальным перевесом Израильтян проходили Ну и в первом тайме И второй Сборная Армении Выглядела очень Азербайджана Прошу прощения Все, если От вчерашнего матча Не могу никак отклеиться Вот Сборная Азербайджана Выглядела очень достойно И ничью Мне кажется Сегодня заслуживает По игре Смотрите Она еще и пытается И выиграть сейчас Передача Нет Тут Бенхаим Отбивает мяч Но не очень далеко А по встречному Ахнуть опять уже Не удастся Или удастся Гусейнов Чуть назад Нет Это не входит В их планы По всей вероятности Теперь уже Но они играли на победу Конечно Все Все команды Вперед Не бежали Но свои шансы Искали И мне Я совершенно убежден Что Берти Фокс Высоко оценит Действия своих подопечных Потому что Это есть и высокая оценка Своей собственной работы Конкретно к этому матчу Так А если даст пробить Судья Ведь он должен дать По идее пробить Атаку до конца Только вот Не надо рассиживаться Азербайджанским футболистам Проиграть Они теперь не рискуют Четвертая минута На исходе Я думаю Сейчас будут Вот как всегда Если команды Которые ты переживаешь В роли защищающихся То обязательно Будет большинство Кричать Что вот Вот четыре И стекло Надо свистеть Если атакует команда То орбита Должен дать Атаку довести Ну Здравого смысла В общем-то И целом Если тут не час готовятся И не передверяют Друг другу право Значит надо дать Удар Дуду Ават отбивает И тут же звучит Финальный свисток Ну что господа Вполне себе Смотребельный матч Выдался я понимаю Расстройство Израильтян Но вы посмотрите Как Выложились Кто-то сидит Кто-то лежит Очень устали Все что было Отдали и те и другие И за это им Респект Честно говоря Ну я думаю Что не только от меня А от всех вас Уж простите Нету наглость Уважаемые телезрители Потому что игру Мы посмотрели С вами очень неплохую И хотя поначалу Она нас голами не баловала В общем-то Второй тайм Мне кажется В зрелищном аспекте Долги за первые вернут На этом все Юрий Розен Смотрел с вами Футбол из Тель-Авива Вам спасибо за внимание Коллегам за работу Ну и до скорых Бог даст Новых встреч на нашем канале В частности Опять-таки Отборочных Чемпионатов мира Я напомню Что перерыв Между субботой И воскресеньем И начало следующей недели По футбольному Очень небольшой До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok